Подарили мне, значит, тут веселенькую японскую игру, в которой мы выступаем в роли космических защитников традиционных пироженок Baumkuchen. Да, язык сломать можно. Это вот такие слоистые радуги, на которых стоит наш персонаж. Выглядят они вот так, я вам картинку прилепил, чтобы вы знали, между прочим. Их очень сильно любят в Японии, хотя это традиционное немецкое блюдо, но то не суть. Значит, мы защищаем эти самые пироженки, а против нас выступают силы галактических захватчиков, которые хотят поглотить все сладости во вселенной. Вот как бы весь сюжет. Отбиваем волны врагов, защищаем пироженки, прокачиваемся и развлекаемся. Все простенько и занимательно. Да, еще и довольно-таки приятный визуал тут, как по мне, и музыкальное сопровождение на уровне, звуки, все там прочее. И я подумал, поиграть в это однозначно стоит. К тому же, эта игра, если что, реализовалась на всех платформах. И в стиме, и на консолях, и на свече, к тому же, друзья. Так что загляните в магазин, и по скидочке, я думаю, можно взять на вечерок погонять. А раз мне нужно было сделать обзорчик на эту игру, я решил выпустить для вас гайд о том, как получить все достижения в игре, и пополнить свою коллекцию трофеев еще одной простенькой платиной за полчаса. К тому же, на Sony PlayStation это возможность получить сразу две платины, на четвертую и на пятую, что в принципе я и сделал. Наливайте себе чайки-кофейки, с вами шаман, и мы начинаем. Итак, первое достижение в этой Tower Defense на минималках, получит, думаю, даже самый косоглазый пулеметчик, так как нам его дают за первого убитого врага. Все довольно-таки просто. Озвучивать название трофеев, наверное, я не стану, их и так видно на экране. Да и дополнительно я продублирую все в тайм-кодах. Идем дальше. Как только вы зачистите свою первую волну противника, получите следующий трофей. Кстати, количество оставшихся врагов, ваш счет и порядковый номер волны указаны в левом нижнем углу. Идем дальше. И тут я получил золотой трофей за то, что сбил вот такой вот радужный шарик. И получил свое первое улучшение в игре. Таймер до появления очередного усиления у нас также висит слева снизу на экране, вот такая радужная штучка. Когда она заполнится, появляется летящий на экране усилитель. И если вы выбьете в качестве улучшения себе еще одного помощника с миниганом, то получите еще одну ачивку. Тут можно не переживать, она в любом случае вам достанется. И вас также наградят за то, что вы добрались до третьей волны после убийства вот такого вот зеленого мини-босса. Если избить летящего робота вот такого и получить временное усиление, ускоряющее стрельбу из всех пушек, нужно будет просто постараться выпустить 100 пуль, пока этот баф активен, и очередной трофей будет у вас в кармане. И аналогичное достижение, кстати, дается за 200 выпущенных пуль под действием ускорителя стрельбы. После победы над желтым боссом и достижении шестой волны падает такой вот трофей. Тут как бы нечего и комментировать. Я думаю, вы уже поняли, что игра очень-таки простенькая. И тут лишь один трофей будет, который немножко сложнее. А порой вы будете, кстати, получать спецболеприпасы. И необходимо дождаться, когда вам дадут лазер. Он также обозначен внизу слева, как активируемый предмет на кнопочку треугольника. Ну, это на PlayStation. Вам остается лишь его активировать и одним выстрелом поразить двух врагов. А вот такое временное усиление на повышенный урон вашего оружия принесет следующий трофей. Но при условии, что во время действия этого буста вы поразите 50 врагов. Как видите, у меня это получилось сделать на седьмой волне. И вот, после оранжевого босса будет волна номер 9. И трофей за эту самую девятую волну. Собирая усилители такие вот с плюсиком, которые добавляют вам новых членов отряда, вы в конце концов сможете насобирать четырех приспешников, тем самым увеличив ваш отряд до пяти персонажей. И тут же, конечно же, упадет трофей. Добравшись до двенадцатой волны, ваши заслуги отметят очередной наградой. Ловите медальку и погнали дальше. И теперь достижения, зависящие, так сказать, от нашего скилла, о чем я уже упоминал. Если вы сможете продержаться три волны подряд всего лишь на одном куске Баум Кухена, то есть у вас по факту будет только одна жизнь, тогда вам дадут еще один золотой трофей. Ну и уж рано или поздно вы проиграете, либо сдадитесь, как я это сделал, что и получить последний трофей. А с ним в компанию выпадет и платиновая награда за сбор всех внутриигровых достижений. Разумеется, если вы получали достижения в том же порядке, что и я. И на этом как бы все. Я вас поздравляю, друзья, с очередной простенькой платиной, которую все же получить мне было довольно-таки весело. Думаю, в ближайшее время на канале Шаман Хантер выпустите ролик с подборкой нескольких супер простых игр для получения платины, но об этом, я думаю, мы поговорим уже по ходу дела. Желаю вам крепкого здоровья, крепких нервов и побольше веселых игр. Подписывайтесь на канал и заходите, кстати, еще на один мой канал Шаман Геймс. Я там стримлю различные игрушки, так что там можно пообщаться будет. Ну а у микрофона был Шаман, конечно же, опять. И всем пока-кеда.